добрый день друзья много работы летом вот заскочил на пасеку посмотрел отводочки вроде вот шебуршатся что-то летают и что-то носят но жара стоит конечно очень очень сильно 38 градусов вчера был старом москоле вот и ребята говорят у нас 33 градуса ребята 33 это не 38 разница большая вот сюда оставил 3 магазин ну как бы пчела собралась или то что она работает но видно что что то что то носит они хотя подсолну все подсолнух сгорел хотя и вот туда к подсолнуху что-то что-то они летят а возможно они летят вот в этот лесок но не знаю самое главное пчелы не сидят вот хотя вот тут что-то им видать места мало сейчас давайте верхнем магазинчик глянем ну да пчела тут в верхнем магазине на каждой улочке соты подстроенные такие видно что заносится нектар вот пускай работают сложный сезон был и вот эти вот все улья которые стоят на медосборе вот но то эта семья что-то тормознула все они были собраны именно к медосбору на подсолнечник почему потому что не было возможности вернее не было взятка и перед каждом отсутствие вернее во время отсутствия каждого взятка это основные взятки наши акация липа вот приходилось разбив ослаблять семьи и делать дополнительные отводки ну и так как я уже рассказывал что мы объединили с товарищем соответственно нам пришлось увеличивать пасеку в разы а где брать пчелу вот поэтому да мы покупали две семьи мараевые мы купили вернее нам подогнал алексей на две семьи которые у него уже пошли в роевое состояние вот а ему некогда было с ними заниматься и он как бы нам подогнал и сказал ребята занимаетесь занимайтесь от души вот били на отводки вот и поэтому сильно такого большого большой пасеки на медосбор у нас не было мы это понимали я говорил в своих роликах о том что этот год этот год который не медовый необходимо развивать отводки но отводки но отводки они развиваются вот тут поставили пять рамочек рамочку одну с ващинкой дали им уже на расширение чтоб работали вот как я сниму отдельный ролик когда будет что показать потому что ну сами понимаете в некоторых отводках я еще меняю маток вот потому что или же не облетелось или плохо облетелось или есть какие-то подозрения что семья не так матка не так сеет вот поэтому меняем калибруем вот и поэтому когда будем готовы мы снимем отдельный ролик о наших отводках что получается стоило ли делать такое большое количество их вот ну а медосбор он продолжается сейчас у нас голова болит но вопрос сейчас в другом вот многие пчеловоды смотрят ролики опытных пчеловодов и где как правило показана погоня за наростом большого количества пчел потому что только сильная семья может собрать много меда но начинающие пчеловоды забывают прописную истину если много пчелы и нечего брать то как правило пчела заходит в роевое состояние вот смотрите у нас есть такие даты памятные у пчеловодов допустим 20 мая день пчеловода всемирный как он называется но это 20 мая это определяется пчеловодством что это начало стадии роения пчел когда пчелы подходят к краевому состоянию и ну наибольшее количество с этого дня начинается выход раев так грубо говоря конечно сейчас кто-то скажет у меня раньше выходили у кого-то позже выходил а вот 10 июля это та черта когда если пчеловод прошел без роения на своей пасеке то с 10 июля как правило начинается основной взяток и при этом роевая пора у пчел должна прекращаться если матки у вас не обладают роевым геном ну и много других ну и один из важных аспектов тут надо учитывать что если есть взяток вот основной взяток а если его нету то это пора будет продолжаться ну до самой возможно до самой осени вот и поэтому когда люди в погоне за большим количеством пчелы начинают объединять соединять смотрят там двухматочное содержание пчел это все правильно это все правильно но надо включать мозги ребят вот если нету у вас взятка зачем вам большое количество пчелы вот эти вот все семьи которые у меня эти вот уля стаса как бы мы тут говорили о об ошибках я стасу предлагал поменять маток вот смотрите да здесь три стоит магазина здесь два магазина но по всей видимости я не знаю по взятку будет не будет но может быть на двух да вот та семья весовая стоит на двух магазинах там по 11 рамок ну что это 12 рамочный да да вот биран хаус 3 биран хаус о вернее пенаулик 3 дальше идем 333 здесь 22 это 12 рамочные это 12 рамочные 3 магазина стоит да я хотел посмотреть туда так ну давайте посмотрим вот пчела с прилетки ушла она почистила рамки она поднялась как раз вот верхний магазин не знаю смогут занести они не смогут но те два нижних магазина они запечатанным медом вот это семья с одним магазином с ней надо разбираться почему ну у нее дела обстоят хуже чем в других семьях ну сейчас давно сюда кстати не заглядывал нет 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 вот тут что не говори а челка есть но это не для медосбора понимаете ну дай бог чтобы они себе принесли метку вот в гнездо и самое главное чтобы они я поменяю матку здесь вот это отводок это отводок да здесь два магазина 43 магазина вот ну и там на том точке где стоят такой длинный наш точок там находится еще наверно две семьи немного семей как я говорил но магазины им были поставлены перед липой по одному магазину так как развития не на липе не вернее перед акации не было вот то семьи ослаблялись а я не гнался за тем чтобы было много пчелы вот не гнался за этим да я понимал мне нужно было чтобы семья развивалась наставлять магазины пустые для того чтобы создавать видимость или пространство смысла не было но когда пошел основной взяток семьи были подготовлены там было по восемь по десять рамок печатного расплода вот и они все стартанули они все стартанули и вот на основном взятки они вот такое количество магазинов они мне приносят принесут они мне метку самое главное что ни одна семья не вошла в роевое состояние вот стас начал работать в этом году со мной и он убедился в том что о чем я рассказываю своих роликах я не я не вруду это все на самом деле вот я убедился в том что вот я ему допустим подсказал стас вот этих маток надо у тебя поменять там карпатка хорошо север ну да ты посмотри как она работает но самый прекрасный момент когда надо будет чтобы семья росла и увеличивалась она может сдуться вот поэтому я лично убедился вот пять лет занимаюсь пчеловодством да я лично убедился что маток жалеть не надо отработала маточка свое два года ребята меняете без зазрения совести хуже хуже не будет вот ну а ну а наш подсолнечник на которого были возложены большие надежды завершает цветение в этом году уже я не знаю там наверно в районе старого оскола еще есть что-то ну вот есть такие вот есть такие отдельные которые еще еще по цветут вот допустим да вот этот у него что то есть и таких на таких больших полях наберется ну и пчелка пчелка работает мотается пускай она еще работает мотается потому что переезжать таким большим такой большой ордой с необорудованными прицепами когда нету их вот там он виктор собирается переезжать века поехал да ведь ты все поехал да вот не слышит машина работает рядом вот человек купил себе прицеп это вот наши от водочки наши от водочки от водочки от водочки стоят развиваются ну и как я вам говорил будет время я конечно мы их покажем мы расскажем о них вот ну а подготовки не надо гнаться ребят не надо гнаться за большими медами особенно когда вы только начинаете научитесь поддерживать свои семьи не в райвом состоянии и будет вам праздник а когда вы освоите вот эту науку то тогда вам будет легче уже брать мёд тоннами мали мы виктора купил машину себе хорошую доволен машины ведь прицепом улья новые прицеп новые все всем привет да посмотрите как он оборудовал закрыл колеса от перенагрева нагревается на солнышке мне еще олег рассказывал о том что надо что-то делать вот ну а виктор куда собираешься теперь вообще чё ты чё-то взяли а ты сейчас прицеп пока остается да дальше твои планы куда когда уезжаешь через день там уже наверно не увидимся здесь я имею ввиду а может увидимся да ну как тебе смерть на подсолнухе взяли немножко да вот ну ты стоял то меньше чем это мы попозже приехал две недели да чуть мне кажется совсем недавно две недели да вот ну все отходит медок ладно пожелаем виктору удачи на опыление будем тоже стремиться покупать такие классные прицепы облегчать свой труд вот но пчелка работает работает ведь кто у тебя по породе бакфас да вот ну все удачи а с вами был сергей лукинцов ребята и до новых встреч